Добрый вечер! Брещино, устремленное в будущее. В городе Барановичи прошел областной образовательный форум для молодых людей, включенных в перспективный кадровый резерв Брестского облсполкома. Три четверти века на страже здоровья Брещан. Флагман медицины Брестейского края Брестская областная больница отмечает 70-летие со дня образования. Новые победы Брещан в России. Константин Добролинский, победитель рубрики «Слабо» в популярном российском телешоу «Сам себе режиссер». Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Я заметил, что у нас подготовлена достаточно образованная, грамотная молодежь, которая хочет жить и работать в нашей стране. Отметил первый заместитель главы администрации президента Белоруссии Александр Радьков в Барановичах на областном образовательном форуме под названием «Брещино, устремленное в будущее» для лиц, включенных в перспективный кадровый резерв Брестского облсполкома. Мероприятие «Брещино, устремленное в будущее», направлено на дальнейшее развитие и совершенствование лидерских качеств перспективных управленческих кадров области. Об основных аспектах работы молодежного форума первый материал программы. Лариса Осмолович продолжит тему. В Беларуси 2015 год объявлен Годом молодежи. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в октябре. Молодежной политике в стране присвоен статус одного из приоритетных направлений государственной деятельности. Выстроена оптимальная структура отношений государства и молодежи. Если в нескольких словах работа с перспективным кадровым резервом системна и плодотворна. И такой резерв просто необходим. Молодым нужно давать дорогу, но вначале нужно научить. На Брещине уже порядка шести лет. Учат, направляют и назначают на должности руководителей тех, кто уже зарекомендовал себя лидером. Такие факты озвучивал глава Берестейского края Константин Сумар, открывая форум «Брещино, устремленное в будущее». Все уже студенты, но и сейчас работают зампредами располкового, руководителями определенных подразделений. То есть вот эта работа, которую вот сегодня мы проводим уже на базе Барановского университета, она дает свой плод. Крайне важно, чтобы резерв кадров не был статичным. Его необходимо постоянно пополнять. Из него должны вырастать руководители. Этим перспективным людям нужно общаться между собой, подсказывать. Стартовая площадка для них – открытые диалоги. Поэтому молодежный форум на Брещине прошел весьма энергично. Будущие руководители отправились на барановические ведущие предприятия, чтобы у руководителей сегодняшних поинтересоваться, как они управляют, самим поучиться, а быть может и что-то подсказать. Подобного рода встречи, я считаю, что это очень большой опыт для молодых людей, присутствующих на данном мероприятии. Это, конечно же, опыт, который мы получаем от уже более старшего поколения. Очень полезная встреча в формате круглого стола, открытого диалога, как сейчас модный формат, современный. Каждый может высказать свою позицию. Не менее интересная часть прошла в Барановическом государственном университете, где стандартная экскурсия первого заместителя главы администрации президента Александра Радькова и губернатора региона Константина Сумара по учреждению. Образование стало дискуссионной площадкой и для студентов, и для высокопоставленных чиновников, где каждый высказывал свое мнение, спорил и оспаривал, доказывал правоту, но никто ничего не навязывал. Вот, допустим, вы министр образования, ну ладно, возьмем мне, ректор университета, так? И вам надо распределиться деньгами. Ну, денег же как-то аккуратно немного, но тем не менее они всегда есть, и для развития университета, для пополнения соответствующих средств у вас есть деньги. И вам на эти деньги потратить, статья такая, на книги, то есть на бумажные носители, дальше на компьютеры, ну и на программное обеспечение, то есть два направления. Это книги, то есть информация на бумажных, на книги, журналы, да, и компьютеры с программным обеспечением. Раскиньте пропорции, не спешите, раскиньте пропорцию, сколько вы отдадите на компьютеры, и сколько вы отдадите на книги. И вы подумайте. Наверное, 60 на 40. Куда 60? 60, наверное, все-таки это будут электронные носители, компьютеры, и 40, мне кажется, это будут учебники. Заметили, как я ее подловил? Заметили, да? Потому что это очень непростая задача. Это очень непростая задача. Прекрасная материально-техническая база Барановического университета – явный пример того, что сделано для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи. Шикарные библиотеки, спортивные залы и бассейны. Актовый зал, где каждый может реализовывать себя. И они реализовывают, показывают. На конкурсах и олимпиадах, придя после лекционных аудиторий, на заводы и фабрики, в администрации, школы, на сельхозпредприятия. Они – те люди, которым жить завтра. У нас есть хороший молодежный резерв. То есть, это вот молодежный до 31 года, потом перспективный. И есть с ним системная работа. То есть, вот у нас этот банк данных, этот резерв, он живой. Он пополняется. Из него выходят руководители. Там почти полторы тысячи человек по стране. Но он работающий. Но его надо постоянно активизировать. Эта работа нужна тем, кто занимается кадрами. Причем, ну, вот этим как раз наставлением, обучением. Это им надо. Не получают информацию от живых, молодых, очень умных людей. Им это надо. Потому что здесь возможность не только увидеть, кто же руководитель, какие требования, какая сейчас политика, какая сейчас экономика. Для них это крайне важно. Себя перепроверить. Но они еще между собой общаются. Мы далекие-далекие от мыслей. Это правильно. Потому что жизнь подсказывает, что не все они будут руководители. Потому что кроме навыков профессиональных, надо руководителю иметь определенные организаторские способности. Это, во-первых, и уметь контактировать с людьми. Уметь организовать работу с людьми. Уметь настроить на конечный результат. Поэтому, конечно же, это будет процентов 10. Вот эта резерва, которая будет руководителем. И в дальнейшем продолжать расти по ступеньке уже руководителя. Разная ранга. А все остальные, они, наоборот, это хорошая школа для того, чтобы они писались в коллективе как специалисты. Как и менеджеры в какой-то степени. Потому что как раз и от их зависит успеха работы. Не только от самого руководителя. Хотя, я считаю, на процентов 80, ну минимум 80-90 эффект зависит от руководителя. Но это и команда. Вот как раз эти молодые люди войдут в такую команду. Когда молодые делают выбор, ставят цели, кем они хотят стать, начинают совершенствоваться в своей профессии. И в этот момент очень важно разглядеть и поддержать среди лучших специалистов тех, кто хочет и сможет в будущем составить основы управленцев. Их нужно обучить. Как строить планы. Как организовывать людей. Как стать им примером гражданской позиции. А со временем передать их в руки. Судьбу страны именно на таких форумах. Именно в таком равноправном общении выясняется, кто на что гораст. Кто что может. Надо всегда видеть, кто рядом. Кому-то это отдашь. И причем поддержать, помочь. Где-то ответить. Хотя, они всегда молодые люди, чем интересны. Но они так природу устроены. Они дерзкие. Они знают, как все это решать. Но у них, к сожалению, не хватает опыта. Есть эта энергетика, но не хватает опыта. И, конечно, хорошее сочетание, когда есть постарше с опытом и повладше с энергетикой. Вот это должно быть как-то взаимосвязано в любом коллективе. В небольшом, в большом регионе и так далее. Это должно быть выстроено. Если вот нет этой динамики, если нет вот этой обустроенности, ну, я думаю, тогда страдает, в принципе, не только производство жизни. И люди страдают. Позицию личную отстаивали как в учебных аудиториях, так и на выставке «100 идей для Беларуси». Те проекты, которые увидели участники форума, явно свидетельство тому, что творческий потенциал у нынешней молодежи очень велик. Велико желание сделать Беларусь сильным государством. Это должен, безусловно, быть волевой человек, человек с четкой поставленной целью, человек, знающий, чего он хочет от жизни. Я, в принципе, не знаю, точно не знаю, должен ли молодой человек стоять на таких постах. Но если мир диктует нам такие условия, значит, это востребовано. Значит, почему-то это так вот должно быть. Надо с самых ранних вот как можно лет, да, то есть воспитывать в себе какие-то качества, грамотно вести диалог, коммуникацию со своими подчиненными, чтобы не быть там, не знаю, плохим руководителем, которым все обижены, чтобы быть четким, рациональным. А на пленарном заседании поделились опытом те, кто вышел из кадрового резерва и уже управляет районами и предприятиями, школами и имеет свой бизнес. Разговор вели на равных, потому что говорили о своей стране. А значит, Беларусь и Брещено устремлены в будущее. Медицина Брещены за последнее десятилетие сделала огромный рывок в своем развитии. Новые и реконструированные больницы и поликлинические корпусы сильная материально-техническая база и профессионально подготовленный медицинский персонал. А флагманом медицины Берестейского края является Брестская областная больница, которая в эти дни отмечает свой 70-летний юбилей. Новейшая история областной больницы – это прекрасно подготовленные кадры, современная аппаратура, широкие диагностические и лечебные возможности. Без преувеличения можно сказать, что сегодня этот медицинский городок является одним из самых высокопрофессиональных центров врачебной помощи для жителей Брещены. Открытие нового корпуса Брестской областной больницы после капитальной реконструкции и модернизации в день празднования юбилея – тому еще одно подтверждение. Смотрите следующий материал выпуска. Юбилей – прекрасный повод для подарков и, несомненно, открытие реконструированного и модернизированного корпуса Брестской областной больницы – это подарок, которого ждал и тысячный коллектив и пациенты, а потому настроение юбилейное у всех участников торжественной церемонии. Ждали этого события два года, но ожидания оправдали себя. Все, начиная с замены окон и до современного оборудования новое, вложено в реконструкцию блока Б 110 миллиардов, 35 из которых на приобретение новейшей аппаратуры. Неоднократно во время своеобразной экскурсии глава региона Константин Сумар подчеркивал, что все это делается для людей нашего края, ведь ничего нет дороже и ценнее здоровья, а потому медицинский центр именно так можно сегодня называть Брестскую областную больницу – учреждение самого высокого уровня, в котором сконцентрированы лабораторный, рентгенологический, ультразвуковой комплексы, палаты интенсивной терапии. Открыто новое отделение коррекции гомеостаза и гипербарической оксигенации. Образовано оно путем соединения трех отделений, занимавшихся лечением болезней почек. Все сделано на совесть. В этом лично убедился руководитель области. В любой ситуации, когда мы ведем разговор, в частности, медицине, о реконструкции больниц, поликлиник, различных отделений, то мы должны всегда понимать о том, что за этим стоите. За этим стоят люди, которые приходят за помощью и которым надо оказывать помощь. Вот именно вся эта работа направлена по программе, которую учреждал президент по модернизации нашего здравоохранения в целом республике, в том числе в нашей области. Мы видим, насколько она эффективна и насколько мы продвинулись вперед именно благодаря этой программе. Сегодня в реконструированном блоке «Б» есть все возможности и для точного определения диагноза, и для эффективного лечения, а также, если это потребуется, для уникальных операций. Сегодня на базе областной больницы проводятся операции по трансплантации органов, развитая хирургия глаза. Пациент, не выезжая в столицу, может рассчитывать на любую операцию, которую проведут врачи высшей квалификации непрерывно. В течение 70 лет, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю здесь помогали и всегда готовы сделать все, что в их силах, чтобы помочь больным. Благодаря персоналу этого медицинского учреждения огромное количество людей продолжают дышать, ходить, видеть, слышать, а значит продолжают жить. Мы должны понимать, что за любым оборудованием, высококлассным, все равно работа его зависит от человека, который на нем работает, который служит. Поэтому я не раз говорил сегодня, хочу повторить, что у нас в областной больнице, да в целом в медицине нашей области, но я уже в частности говорю, в областной больнице очень работают высококлассные специалисты. И надо сказать, что начиная от главврача и заканчивая всеми его коллегами, они очень серьезно за эти годы подтянулись. Самое главное, что они приняли серьезную стафету и сами в какой-то степени пошли вперед. И надо сказать, что если брать уже трансплантацию у органов внутренних, то, по-моему, ни в одной области еще не делается то, что делается у нас в областной больнице. Поэтому искусственные врачи здесь, я думаю, вот те деньги, которые вкладывают, огромные деньги в оборудовании, они не зря, они купаются. Прекрасное оснащение, прекрасное оборудование. Хотелось лишь только пожелать, чтобы те специалисты, которые будут работать на этом оборудовании, чтобы они были достойны и оборудования, и той больницы, того учреждения, где они работают. Потому что пусть будет самое современное оборудование, но если там будет сидеть доктор, который, скажем, не очень разбирается, и не профессионал высокого уровня, ничего хорошего не будет. Будет ошибочное заключение, неправильная трактовка результатов. Поэтому очень важно, чтобы и оборудование было, и были классные специалисты. Надеемся, что сегодня в Брестской областной больнице это есть и одно, и второе. Но на этом модернизация главного лечебного учреждения региона не заканчивается. Предстоит сделать весьма много. И сегодня работы продолжаются. Реконструируется инфекционное отделение. В планах строительство нового хирургического корпуса, которое необходимо, как воздух. Следующий этап завершения реконструкции инфекционного корпуса. И все-таки, как бы, хотелось или не хотелось, нам надо обязательно строительство нового хирургического корпуса. Потому что при тех хороших условиях, которые мы получаем, на сегодняшний день у нас 4 отделения находятся за пределами областной больницы и расположены в центральной городской, в кожевом диспансере, в туб-диспансере. 4 отделения находятся на базе других отделений внутри больницы. Поэтому у нас еще блок В, который не реконструировался. Назад в этот корпус вернулось только 2 отделения. Остальные все новые отделения. Поэтому для того, чтобы мы нормально работали и пациенты нормально получали лечение, все-таки должны быть условия. Три четверти века коллектив Бреска областной больницы является флагманом медицины Берестейского края. За этими красивыми словами стоит огромный напряженный труд врачей и медсестер, санитарок, обслуживающего персонала, которые отдают людям не только свои знания и опыт, но и частичку души, преодолевая вместе с ними боли и страдания. Поэтому на торжественной церемонии вручались заслуженные награды. Говорились заслуженные слова тем, кто целиком отдает себя людям. Тем, кто много лет назад произнес клятву Гиппократа и верен ей до сих пор. К таковым можно отнести прекрасного доктора, заведующего кардиологическим отделением Ирину Шаблову, которая, не жалея своего сердца, дает возможность отбивать сердечный ритм сердцам своих пациентов. Я так люблю коллектив, я так люблю своих коллег. И в трудные минуты, на консилиумах в реанимации, и в простой работе. Но они всегда рядом, они всегда сплоченные. У нас, наверное, мало привилегий, у нас мало каких-то материальных ценностей, а у нас именно коллегиальность в решении каких-то сложных задач. Поэтому я вижу, как в тех же реанимациях врачи сгорают. Я вижу, как хирурги борются с операционных столов. Хочется им, в первую очередь, конечно, пожелать здоровья. Я нашла свое призвание. Я рада, что работаю в таком коллективе, в коллективе высокопрофессиональном. И за 20 лет работы я вижу, как вырос наш коллектив профессионально. Вырос, какие теплые отношения в коллективе, какое стремление оказывать пациентам высоко квалифицированную помощь. Меняются поколения, технологии. Растет количество подразделений и коек, но остается прежним дух больницы, дух творчества, дух сострадания и желания помочь и спасти тех, ради кого трудятся брестские врачи. Сегодня коллектив больницы нацелен на новые достижения. Так что юбилейная дата – это лишь начало истории, а продолжение ее следует. Огромное, огромное спасибо за тот труд, бесценный труд, который вы делаете, уважаемые медики в области выздоровления нашего населения и, самое главное, оказания помощи тем больным, которые нуждаются в этой помощи. И самое главное, я хотел бы вам пожелать, чтобы и у вас было всегда отменно здоровье, чтобы было получше в ваших семьях, близких и родных. И самое главное, чтобы вы набирались вот того терпения, о котором мы все время говорим. С праздником вас! Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомню об основных. Брест в 2015 году станет культурной столицей Беларуси. Такое решение было принято на заседании коллегии Министерства культуры. История города насчитывает почти тысячу лет. Он входит в тройку старейших городов Беларуси вместе с Полоцком и Туровом. Во время Великой Отечественной войны город был практически целиком уничтожен, но восстал из руин. Сегодня это крупный областной центр с отличной инфраструктурой, сетью организаций культуры, мест отдыха, объектов историко-культурного наследия, современных культурно-туристических объектов. Центром притяжения туристов и горожан остается мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». На 2015 год запланировано 150 оригинальных республиканских и региональных творческих проектов, акций, форумов, в первую очередь приуроченных к 70-летию Великой Победы. Напомним, ранее статус культурной столицы Беларуси присуждался четырем городам – Полоцку, Гомелю, Несвежу и Могилеву. Взаимодействие региональной власти и министерств не на словах, а на деле. Так можно коротко обозначить рабочую поездку главы региона Константина Сумара и министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимира Ващенко в город Иваново. Оба высокопоставленных чиновника приняли участие в районном общественно-культурном мероприятии по безопасности жизнедеятельности под лаконичным названием «За безопасность». И это не случайно. Как неоднократно подчеркивал руководитель области, главная ценность государства – люди. Заботиться о них и оберегать – задача не из простых, но главное. А чтобы это получилось, следует работать не поодиночке, а вместе. Реальный пример сотрудничества специалистов МЧС и руководителей областной вертикали Брещены. За последние годы сделано много по обновлению материально-технической базы управления МЧС. И этот факт играет весомую роль в уменьшении и количестве пожаров, и в снижении числа погибших во время ЧС. И как еще один подтверждающий факт заботы о людях – подарок от Министерства Ивановскому РОЧС. Автоцистерна на базе автомобиля МАЗ в повышенной проходимости с запасом огнетушащих средств на 10 тонн. В подразделения по ЧС Брещены, базирующихся в районных центрах, поступило уже 10 таких автоцистерн. В ближайшей перспективе, подчеркнул Владимир Ващенко, они будут поставлены на боевое дежурство во всех райцентрах Брестской области. Сегодня укрепление службы безопасности для того, чтобы реагировать оперативно и, самое главное, эффективно, конечно, идет развитие. И, несмотря на определенные проблемы финансовые, вот и Константин Андреевич говорил, что бюджет не просто складывается, тем не менее, вопросам безопасности уделяется внимание. И мы имеем поддержку государству и постепенно оснащаем свои подразделения. И мы ставим задачу, чтобы в следующем году каждый район Брестской области имел такой автомобиль. В целом же, надо сказать, вот эти мероприятия, которые сегодня проходят, они очень важны, и то, что сегодня на Брестске трагедии хватает, происходит, но они постоянно проводятся, эффективные мероприятия, которые постоянно способствуют снижению и количества беды, ну и, конечно же, гибели людей. Город над Бугом посетила делегация провинции Западная Суматра. Это первый визит представителей Республики Индонезия в наш регион, который заинтересовал потенциальных партнеров своим приграничным положением и возможностями для реализации совместных, в том числе и инвестиционных проектов. Этот открытый диалог – первый шаг к установлению дипломатических отношений между провинцией Западная Суматра и Брестским регионом. Рабочий визит – это хорошая возможность познакомить гостей области с перечнем активно развивающихся предприятий, их продукции, рассказать о достижениях области, а также о том, над чем двум регионам можно будет совместно работать в будущем. Мы, очень все регионы Республики Беларусь, весьма заинтересованы в добрососедских, хороших отношениях во всех окраслях со странами. Приятно верить, что это начало доброго пути в наших отношениях. Областной этап уже полюбившегося брещанам конкурса «Елка-фест» состоялся на минувших выходных в городе над Бугом. В четвертый раз организаторы собрали на одной сцене лучших новогодних волшебников Берестейского края, чтобы определить, кто из них сможет посоревноваться в своих магических способностях с зимними кудесниками из других областей Республики. За победу в финале образца 2014 года боролись 9 пар, каждая из которых победитель районного или зонального состязания. Победителем областного этапа конкурса стала пара Деда Мороза и Снегурочки из средней школы номер 18 города Пинска, в роли которых выступили учителя английского языка Екатерина Захожевская и Анатолий Полюхович. Вы смотрите итоговую программу BookInform. Продолжаем разговор об интересном, актуальном и важном. Первый белорусско-хорватский экономический форум начал свою работу вчера в городе Надбугом на базе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Налаживание деловых контактов, обсуждение перспектив биржевых площадок двух стран, а также правовых аспектов международных договоров о сотрудничестве. Это не полный перечень задач, которые стояли перед участниками бизнес-мероприятия. Кульминационным моментом деловой встречи стало подписание договора о сотрудничестве между свободными экономическими зонами Брест и хорватского города Вараджина. В значимом для обречения событии приняли участие экс-президент Республики Хорватия Степан Месяч, представители ведомств Республики Беларусь, областной и городской вертикали власти, а также бизнес кругов двух стран. Бизнес есть искусство угадывать будущее и извлекать из этого пользу. Именно этого принципа придерживаются сотрудники Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, инициировавшие проведение Белорусско-хорватского экономического форума. Сегодня Беларусь уверенно продвигает себя в мировом бизнес-сообществе, а потому заинтересованность. В налаживании партнерских отношений со страной, расположенной на границе двух крупнейших экономических образований евразийским и европейскими союзами, достаточно велика. Сотрудничество возможно, даже несмотря на то, что мы относимся к разным политическим блокам, подчеркнул экс-президент Хорватии Степан Месяч, выступая на открытии форума. Мы приехали сюда для того, чтобы представители бизнеса познакомились друг с другом и узнали возможности каждой из сторон. Это позволит организовать более качественное сотрудничество. Тем более, что потенциал есть как у белорусских, так и хорватских бизнес-кругов. Действительно, потенциал есть как у Хорватии, так и у Брещины. А потому налаживание партнерских отношений во всех отраслях социально-экономической жизни достаточно важная составляющая. До сего момента товарооборот Хорватии и Брестской области оставлял желать лучшего. Темп роста в 2014 году составил порядка 31%. На встрече в обл. полкоме, которая прошла в рамках экономического форума, глава региона Константин Сумар подчеркнул, что ситуацию нужно и можно исправить. Согласился с ним и экс-президент Степан Месяч. Когда прибыло в нашем взаимоотношении, то, конечно же, если привести на язвец цир, то они не слишком впечатляющие по внешнекармическому обороту. И я думаю, что в дальнейшем мы должны увеличить не только импорт с вашей страны, но и экспорт с Брестской области. Кроме того, вы знаете, что уже с 1 января, в будущий год у нас начинают действовать механизм и Единый таможенный союз, который открывает очень огромный рынок с населением более 179 человек. Уже на нынешнем форуме обсуждались реальные инвестпроекты, которые готовы предложить бизнесмены обеих стран. Тем более, что участие с хорватской стороны принимают владельцы крупных фирм, с нашей руководители ведущих предприятий. Как подтверждение вышесказанному, уже подписаны договоры о сотрудничестве между свободными экономическими зонами Брест и хорватского города Вараджина. Мы сами немножко не ожидали обоюдного интереса как с хорватской стороны, так и с нашей белорусской. Если говорить о результатах форума, было вчера на форуме проведено достаточное количество встреч. Уже вчера наши представители бизнеса забирали прямо с форума хорватских коллег своих, вывозили на предприятие, показывали им те возможности, куда можно инвестировать. И я хочу сказать, что сегодня эта работа продолжается. Эта работа будет продолжена не только по представителям Брестского, именно города Бреста, где будет проводиться переговорный процесс и по направлениям сельского хозяйства, по направлениям стройиндустрии, по направлениям использования туристических возможностей. Поэтому, чтобы не сглазить, я надеюсь, что эта работа началась и она должна будет продолжиться. Представители белорусской стороны познакомили хорватских гостей с практическими возможностями применения электронных биржевых площадок Белорусской универсальной товарной биржи. Также были озвучены нюансы правовых аспектов создания предприятий с иностранными инвестициями и тонкости единого таможенного оформления. Безусловно, Белорусский экономический форум войдет в историю Бреста как первый шаг бизнес-сотрудничества Белоруссии и Хорватии. А самое главное, сотрудничество будет продолжено. Ведь в основе каждой успешной сделки лежит доброжелательное отношение к партнеру. Лариса Осмолович, Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Брещино – край талантливых и незаурядных людей. Для такого смелого утверждения есть свои основания. Посудите сами. На Брестской земле родился Яков Громер, знаменитый ученый, ассистент Энштейна. Брестскую школу закончил Эдуард Ханок. Автор хитов «Лягу-прилягу», «То ли еще будет», «Малиновка» и многих других. Первые шаги в музыке известный композитор и певец Игорь Корнелюк тоже делал в Бресте. Как и Елена Воробей, которая в городе над Бугом закончила музыкальное училище. Герой нашего следующего сюжета, также уроженец Брещины, пополнил список знаменитостей, став победителем рубрики «Слабо» в популярном российском телешоу «Сам себе режиссер». Как ему это удалось, расскажет Виктория Драгобецкая. Именно этот ролик принес Константину Добролинскому победу на конкурсе «Слабо» в известной российской телепередаче «Сам себе режиссер». Оно и понятно. Сложные трюки и та легкость, с которой Костя гнет гвозди, разрывает колоды карт и поднимает одной рукой тяжелый вес, вызвали незамедлительную реакцию у ошеломленных организаторов конкурса. Самое забавное, что похожие эмоции испытал и сам автор ролика, когда узнал о своей победе. Как раз выдался такой день, что не было работы. Я буквально отснял пару своих движений, так сказать, добавил несколько старых роликов с выступлений, с занятий дома, смонтировал это все и отправил. И буквально где-то вот через 6 часов они мне прислали ответ, что мы выбираем вас победителя, мы приглашаем на съемки. И 5-го числа, 5-го декабря я еду на съемки. Как вообще ощущения после того, как вы узнали, что победили? Ну, честно говоря, сразу не верилось. Пока не начало уже толком созваниваться, разговаривать с людьми уже наличное почти что. Вот тогда какое-то более-менее сознание начало приходить. История Константина Добролинского стара как мир. И, как он сам выразился, довольно классическая. С детства всегда хотел быть сильным, смеется Костя. Глядя на крепко сложенного молодого человека, сложно поверить, что в школьные годы по физкультуре он был отстающим и мог ни разу не подтянуться на перекладине. Однако после получения аттестата работа с тяжелыми физическими нагрузками привела Константина в мир гантельно-гирево физкультуры. Это было в 2011 году, когда я устроился из такой организации филиал ПМК-60 в перерском поселке Телехан. Меня записали тогда на соревнования по гиревому спорту. Я гири до этого вообще в руках не держал. Ну и за три месяца я подготовился, я занял третье место. Вот. Ну и дальше потом начал уже постепенно обратил свое внимание на силовые номера. То есть первый такой, мой более-менее какой-то силовой номер был, это разрывание справочников рекламных. Потом были гвозди, ну и дальше потихоньку-потихоньку-потихоньку начинал обрастать все новыми трюками. Поднимать такие веса и делать такие упражнения силового характера, они чреваты травмами. И не каждый рискнет. Кто-то пытается, но потом видит, что это болезненно и просто сдается. А Костя характер, это внутренняя сила. К этому направлению не просто развить мускулатуру. Вы видите, что физически он, да, он крепкий, атлетически сложен, но глядя на то, что он выполняет, тут сила еще есть очень сильная, внутренняя. Здесь ее надо развивать мечтой с детства. Конечно, путь от одной гири до веса в 72 килограмма был непрост. Гантели падали и на голову, и на ноги, вспоминает Костя. Поэтому золотое правило меры – первое, о чем должен помнить спортсмен. Сегодня экономист по специальности, но атлет в душе, ходит в спортзал три раза в неделю, тренируя свое тело и волю к новым достижениям и победам. Наша съемочная группа застала Константина как раз во время занятий. Специально для нас он связал в узел гвозди и поделился планами на будущее. Один из таких трюков, который очень хотелось бы повторить, это удержание двухразъезжающихся в стороны автомобиля руками. Потом следующее – это переезд автомобилем. Это классический цирковой номер, он исполняется в разных манерах. В этом списке было еще сгибание толстых стальных прутьев, подков, гаечных ключей, а также поднятие веса, равного своему собственному. Что ж, для осуществления этих идей у героя нашего сюжета есть все данные. И физическая сила, и воля к победе, и желание, благодаря которым он может смело сказать «А вам слабо?» Виктория Драгобецкая, Ветерхалявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Погодные условия в Беларуси продолжат определять поле повышенного атмосферного давления, сформированное в холодной и влажной воздушной массе. В последний день осени будет пасмурно и морозно. Синоптики прогнозируют в течение суток минусовую температуру, которая будет колебаться в пределах 3-5 градусов. Местами слабый туман и изморозь. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер восточный, умеренный. Не изменится ситуация и в первый день декабря. По-прежнему будет наблюдаться пасмурная, без осадков погода. Но усилятся морозы. Ночью синоптики по Брестской области прогнозируют до минус 9 градусов. Чуть меньше, до минус 5 обещают в течение дня. Туман, гололед и гололедица на дорогах станут спутниками 1 декабрьского дня. Неуютный порывистый восточный ветер добавит некомфортности.